У минулом ликвидация населенных пунктов и массовое отцеление у сучасности, реальная оценка ситуации и модернизация вытворшестью. За 32 пасты шарнобыльские годы потерпели у вынику аварии на ЧАЭС районы, пройшли шлях от разглубленности до стабильности и упевненности в будущем. Олег Сентеров наведал Наравлянский район. После шарнобыльской катастрофы Наравлянский район строчил 36 населенных пунктов. С карты на заседе изникли назвы аналогов, яким у Беларуси махчима больше нема – Белая сорока, Смоляговская рудня, Хутер-лес, Хатки. Это была соправданная трагедия, причем для некоторых поколений. Об прошлые годы на месте таких вёсок их былые жахары пришли усталивать дубовые крыжи. Так люди имкнуты захват память об своей малой родине. Для шмот таких местовых жахаров это стало одним из жертвовых приоритетов. После чернобыльской катастрофы работники Наравлянского музея этнографии и народных рамёстов здесь нели неколь экспедиции в оседенной вёске. Дякуючи им отримался не просто выработать соправданные артефакты, а не заховать целый пласт самобытной народной культуры. Сохранить вышивку, ткачество, предметы народных ремёсел – это была наша первостепенная задача. Потому что сама культура наравлянских деревень – она многонациональная, она многогранная и яркая. Сегодня у Наравлянском районе добро памятовать об трагедии 1986 года, или живуть тем не менее сучастными будущим. У местовом выкновенном комитете огучиваются планы по поширению творчества и развитию новых сфер. Об их реальности можно мерковать по проводимой модернизации предприемцев и их выходу на новые рынки. Сирот партнёры акционерного товариства «Червоный Мазаранин» – Россия, Израиль, Польша, Грузия, США. Зараз на экспорт тут отгружается больше 15% вырабляемой продукции. В 2016-м на фабрисе установили новую линию, что дозволило значительно поширить ассортимент. Особливая надея на реализацию приватных инициатив уже зараз и она оказывает довольно широкий спектр посухов в творчестве хлеба до будовнества. Причём это не только новое працовное место, а и створение нового имиджа Наравлянского района – территории, которая имеет значительный потенциал для успехового развития. Наверное, главное направление вообще развития Наравлянского района – это предоставление услуг. Предоставление услуг, в первую очередь, каких? Это туристических. Сегодня здесь активно развита и охота, и рыболовство. Самое главное – есть люди, которые, скажем так, идейные, самобытные, которые могут представлять и рекламировать Наравлянский район не в части беды, а со стороны достоинств его. Олег Синтеров, Евген Макеенко, Телерадо, компания «Гомель», Наравлянский район.